это программа игра в классике программа о людях которые играют в игры и об играх в которые играют люди говорим об актуальном вспоминаем классику меня зовут платон беседен добрый вечер год 2021 подарил нам два важных фильма и оба они о матрице хотя так сразу и не скажешь ну да они о матрице в которой радостно и обреченно существует все человечество ну первая лента это собственно матрица воскрешение четвертая часть легендарной матрицы они рассказывал в одном из недавних выпусков она эта лента матрицы виртуальные о том мерке которые надвинут на глаза чтобы скрыть правду а вот лента 2 от которой мы оттолкнемся сегодня называется не смотрите наверх или что правильное с точки зрения перевода не смотрите вверх кино с блестящим актерским составом леонардо дикаприо мэрил стрип кейт бланшет и знаете ли не припомню чтобы в социальных сетях столь единодушно хвалили один и тот же фильм слова в отличие от критиков которые восприняли не смотрите вверх не столь благосклонным что тоже надо сказать симптоматично казалось бы довольно стандартное кино ну и такая мощная социальная политическая сатира но сколь метка эта лента угодила в дух либо даже сказал в нерв времени но для начала я должен напомнить или рассказать краткое содержание быстренько тогда и так аспирантка астроном кейт дебиаски обнаруживает в космосе гигантскую комету которую называют убийцей планет уже страшно правда так вот она движется к земле это мрачная комеда чтобы навсегда уничтожить нашу милую замечательную планету кейт сообщает об этом своему руководителю доктору рэндаллу минди его играет соответственно леонардо дикаприо а вот дальше начинается ну как бы так сказать царство абсурда дальше начинается настоящий сюр потому что никто не верит смертельную угрозу никто не верит в летальную угрозу все хотят лишь веселиться и что называется радоваться жизнь да мы все умрем но это же круто правда так что всем шампанского согласитесь к видное время это звучит ну не знаю почти как притча что ли однако все таки чтобы отвлечь аудиторию от секс скандалов леди президент ее блестяще играет мэрил стрип все такой очень яркий образ решает все таки разобраться с кометы тем же планируют заняться и россия с китаем но на беду всей планеты в дело вмешивается мультимиллиардер питер и шарман этот седовласый господин является главой транс корпорации бэш которая выпускает смартфон вот собственно для производства этих смартфонов на комете находится огромный запас редких металлов так что комету больше не надо уничтожать его надо спасать как говорится ничего личного только бизнес конечно в этом самом питере и шарвелли зритель сразу же узнает и стива джобса и тима кука и илона маска ну и ясное дело билла гейтса в общем что называется сатира на всех и в результате вмешательства этого самого и шарвелла конфликты сон конфликты разных государств приводят тому что ну смотрите в общем печальному итогу как в басне крылова ничего не меняется когда в товарищах согласия нет на латых дело не пойдет и выйдет из него не дело только мука да не смотрите вверх кино предельно политическое я бы сказал даже остро политическое это не удивительно ведь над этой лентой работали режиссер адам маккей который в свое время кстати сделал очень классную ленту об американской демократии в кавычках подчеркиваю власть ну а сценарий написал политический обозреватель и спичрайтер кандидатов президенты берни сандерса дэвид сирота в общем такой себе очень политический остро политический подчеркиваю фильм в духе ну например классической ленты плутовство или хвост виляет собакой тоже если не видели посмотрите да создатели не смотрите вверх что называется не мелочаться они высмеивают абсолютно всех республиканцев демократов церушников военных нас а в общем никто что называется не уйдет отсюда не осмеян и собственно леди президент это конечно очевидно это лобовая мощная сатира одновременно и на хиллари клинтон и на дональда трампа но дело конечно не только в ней не в леди президенте не в американской власти нет фактически это довольно смелое довольно резкое высказывание фактически нам говорят что вот тот самый коллективный запад который провозгласил себя ну вершиной мира вершителем судеб просто вершиной эволюции вспоминаем до фрэнсиса фукуяму и его тезис о конце истории последнем человеке мерилом всего и вся вот этот самый запад на самом деле не может решить ни одной реальной проблемы и этот запад ни на что не способен он лишь симулятор который меж тем обрекает вполне реально они виртуально обрекает на смерть на исчезновение миллиарды людей и при первой же реальной угрозе лидеры этого запада сбегут бросив всех остальных мясорубку так он же на этом скачке расколется редиска при первом же шухере или скажите вы что правда думали что там во власти сидят люди с мозгами вы думали что у них есть какой-то план по спасению да нет там и тут вы наивно ошибались там во власти сидят такие же олухи и такие же остолопы возможно даже еще хуже собственно об этом когда-то писал еще лев николаевич толстой в своем дневнике это был 1900 год за 120 лет собственно до появления не смотрите вверх вот что писал толстой я серьезно убежден что миром управляют совсем сумасшедшие не сумасшедшие или воздерживаются или не могут участвовать на довольно известная фраза но тут возникает вопрос сколько в принципе тех кто нормален насколько хорошо они организованы это важный вопрос согласитесь и вот я не случайно сказал что лента макея не смотрите вверх она матрица да она матрица человеческой лжи в которой раб соответствии с пророчеством хаксли доволен своим рабством предельно доволен и я бы сказал даже по-своему счастлив потребительский счастлив комфорт и хайп вот два главных абсолютных божества современного человека и этот человек не готов отказаться ни от одной из своих милых привычек не готов отказаться даже под угрозой исчезновения вот сейчас всех уничтожит метеорит но да всем плевать для чего собственно бороться за жизнь если нельзя чавкать попкорном в кинотеатры для чего ценить жизнь если заблокирует твой любимый там канал в youtube или tick tock да что вообще стоит жизнь если в ней просто страшно представить не будет вай-фая мягкого дивана и службы доставки вы нашли комету а у меня татуировка падающей звезды это это здорово в этой абсолютно искусственной реальности не остается ничего настоящего все лишь повод для болтовни все лишь повод для стеба особенно если речь идет об апокалипсисе просто постарайся снять на видео этот апокалипсис потому что нет ничего более хайпового чем смерть в прямом эфире особенно массовая смерть и человек буквально кайфует это ее приближение ну знаете ли позволю себе такую аналогию когда некоторые придушивают себя во время секса близость смерти усиливает кайф а тут это происходит буквально со всем человечеством и вот шикарная телеведущая тащит героя дикаприо в постель со словами скажи что мы все сдохнем нравится это в общем да мы все умрем до умрем это знаете ли судя по всему круто вы только не ждите царствия божьего после апокалипсиса не смотрите вверх это демонстрирует предельно ясно предельно четко потому что после удара комета она ясное дело ударит уж простите за спойлеры выживает только один человек придурочный эгоцентрик джейсон да тот самый сынок леди президента и x получается уже глава американской администрации первое что он делает после того как выбирается из бункера на руины старого мира он начинает записывать видео в социальные сети мол привет народ для кого он это делает для чего да уж выживут лишь одни идиоты и разве это не происходит в реальности сегодня не в кино а в реальности когда миром буквально завладели двоечники и троечники когда тупостью гордятся интеллекта наоборот стесняются когда человек способен воспринимать ну и за в лучшем случае идиотское видео в тик ток когда хотят быть не учеными а блогерами дело на самом деле не страшной комете не в к виде не в конце света дело в том что по-своему человечество уже мертво потому что пребывает во сне разума да когда-то об этом блестяще писал протестантский пастор и узник концлагерей борец фашизмом дитрих банхефер вот что он говорил глупость еще более опасный опасный враг добра чем злоба против зла можно протестовать его можно разоблачать в крайнем случае его можно пресечь с помощью силы а вот против глупости мы беззащитны здесь ничего не добиться ни протестами не силой и ни в коем случае нельзя пытаться переубедить глупца разумными доводами до критики не смотрите вверх обвиняют это кино в излишней карикатурность на самом деле у ленты макея действительно немало недостатков это ни в коем разе не образцовое кино но вот как раз таки карикатурность это скорее достоинство данной ленты потому что мы существуем именно в таком карикатурном мире когда едва ли не все вокруг превратилась в пародию в карикатуру в пародию на человека на человечество и в конечном счете на человечность если выход из этого в общем то ну давайте назвать вещи своими именами бедственного положения создатели не смотрите вверх как слову и в оческе в новой матрице дают нам весьма старомодный консервативный рецепт спасения all you need is love помним еще битлы пели об этом в общем обратитесь к первоосновам не надо прогресса который как писал русо не дал нам ничего кроме падения нравов обратитесь к первооснову совести к семье и даже страшно сказать к богу в общем все таки посмотрите наверх вспомните что как в той старой песне есть вещи на порядок выше слышишь вот только давайте на чистоту а как это переубедит глупца ведь как когда-то писал все тот же банхефер глупость невозможно преодолеть актом поучения ее можно победить лишь актом освобождения а вот согласитесь апокалипсис конец света конец человечества это тоже своего рода освобождение может потому мы так и спешим к нему ну или все-таки друзья стоит поискать другие варианты это была программа игра в классике меня зовут платон беседен берегите себя и помните что жизнь только подражает литературе ну и кино тоже удачи вам любви и терпения берегите себя друзья а